Евангелие от Иоанна, 9 глава описывает, как Христос исцеляет слепорожденного человека, даруя ему впервые увидеть через свои глаза. 9 глава Иоанна, с 1 стиха. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела, пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе в мире есть свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение и сплюнувение, и помазал брением глаза слепому, и сказал ему, пойди, умойся в копальне селам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Предыдущие главы описывали, как очень реально и близко Христу угрожала смерть, потому что духовенство, или знать еврейское, уже решили его побыстрее убить, как-то найти против него что-то. И были реальные замыслы, хотели его сломить, и даже вот последний стих, главы предыдущих, как повествование, и приходя, и проходя, вот стих 59, тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, и, пойдя посреди них, пошел дальше, и вот наша глава начинается. И проходя, вот Христос только что пережил покушение на свою жизнь. Люди хотели его реально убить камнями, это было в храме, это было в храме. Он уходит, это было чудо, что они не смогли сделать свои злые намерения. Он уходит, где-то выходя из храма, и идет, идет по Иерусалиму. И проходя, Христос обращает внимание на этого человека. Он мог спокойно пройти мимо, человек слепой, он его не видит, он не знает, что происходит. Но Христос его замечает. Кажется, тебе угроза, тебе нужно спешить, тебе нужно побыстрее скрыться. Кто знает, где твои враги, что они тебе замышляют. Скорее всего, сам уходи, так риск для своей жизни. Но Христос останавливается и говорит ученикам, что, вот стих 4, «Мне должно делать дела, пославшие у меня, доколе есть день». То есть, доколе я живу на этой земле, у меня есть одна задача. Мне как бы все эти промежутки этого дня, все минуты этого дня нужно заполнить тем, что мне поручил Отец. И он останавливается, обращает на него внимание, стих 5, «Доколе я в мире, я свет миру». Вот Иисус послал мне и быть этим светом, и этого человека исцелить, это моя задача. Христос также однажды называет тех, кто за Ним следует, учеников своих, так же светом. Вы свет миру. Он говорит, да светит свет вас перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Вот наша задача подобна тому, что Христос делает. Наша задача в этом мире быть Его светом, это как? Это заполнить дни нашей жизни, часы нашей жизни, минуты нашей жизни, чтобы делать то добро, которое Бог ожидает нас в этом мире, для людей этого мира. Знаете, иногда мы спешим по жизни. Иногда есть риск, угроза жизни, и нам некогда останавливаться на кого-то или для кого-то. Но, наверное, мы спешим очень сильно. Больше, чем надо, если у нас в этой спешке мы забываем о том, для чего мы вообще живем. Если риск сохранить свою жизнь заставляет нас свою жизнь не реализовывать, то для чего мы вообще живем, говорит Христос. И вот я живу не для того, чтобы свою жизнь сохранить, а чтобы просто ее прожить, как мне Отец сказал. И раньше этого дня я не уйду с этой земли. Но моя задача, еще раз, моя задача не убегать от того, что мне поручил Христос, потому что такие вот опасности вокруг. Моя задача делать то, что мне поручил. Знаю, что и моя жизнь в его руках. Когда придет время меня забрать, он заберет из этой земли. Но, что раз. Мое предназначение всего себя отдать, делать то, что он желает. И вот когда он останавливается, обращает внимание на этого человека, и тогда и ученики, и апостолы тоже уже как бы вымушенно остановились, они тоже уже заинтересовались долей этого человека. И у них вопрос. Эти вопросы, иногда у нас тоже такие вопросы. Вместо того, чтобы думать, как помочь человеку, мы думаем, почему у него беда, а может быть он заслужил эту беду. Зачем ему помогать, да? Ну, почему ему помогать? И вообще, евреи были очень набожные, очень набожные. И они справедливо понимали, что жизнь не случайна. Что за всем, что в мире, есть Бог. И у них вопрос, Господи, а почему вот это произошло? Какая была Божья цель, что этот человек уже взрослый, а он родился, они узнали, что он родился слепым. Причем, евреи мыслили так, что если есть какая-то беда, значит, человек эту беду заслужил, что вот Бог допустил это. И понимали так, что каждый человек получает за свои проступки. А как же тут объяснить, если он слепой, значит, кто-то, значит, наверное, это он согрешил. А как же он мог согрешить, если он уже родился слепым? Что он согрешил еще в утробе? Может быть, там можно уже согрешить? А может быть, наоборот, может быть, это его отец и мать согрешили? Это за их грехи. Господи, за чьи это грехи? Почему это случилось? Иисус отвечает, вот стих 3, не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Оказывается, не всегда мы можем вписать все объяснения в свою логику человеческой жизни. И не всегда, оказывается, беды людей – это за их грехи. Иногда бывает за их грехи, а иногда нет. Поэтому нам не всегда нужно видеть в жизни человека какое-то, может быть, потаенное зло, если мы видим в его жизни какие-то страдания. Вот не всегда нужно думать так вот, ну, этого брата, что-то Бог и наказывает, и наказывает, и наказывает. Где-то, видно, он, наверное, сильно согрешил. Ну, не наше право так думать, потому что иногда бывает совсем наоборот. Это история, что ни он не согрешил, ни его отец и мать не согрешили. Это совсем другая цель. Страдания, допущенные в его жизни, чтобы, оказывается, можете себе представить, человек прожил сотка лет, десятки лет, он уже взрослый. И все это время слепой. И оказывается, для того, чтобы, когда Христос будет там проходить, он там сидел. И на нем явилась сила Христа исцеляющая. Оказывается, для этого он слепой. Я знаю истории жизни людей, известных среди христианства, которые были вдохновлены этим объяснением Христа, причиной этих страданий. Многие из нас знали, видели, может быть, проповедь. Ник Вуйчич – это оратор, проповедник, спикер современный, который имеет только туловище и голову. То есть он не имеет конечностей. Он так родился. Родился в бесконечности. Он говорит о своей жизни, что он родился в семье верующих. И его родители учили, что он бесконечности, но нормальный, развитый ребенок. Учили, что верить в Бога, полагаться на Бога. А он не мог как-то сопоставить, как это так, что это такое произошло в его жизни. Как получилось так, что он родился в бесконечности. Где был в это время Бог? Где был в это время Бог? Неужели Бог что-то не контролирует? Он думал, может быть, Бог должен сделать чудо в его жизни. Ему говорили, ты молись, и тебя Бог исцелит. Все появится. Молится, а этого нет. И у него в жизни разочарование, этого парня. И ему было 15 лет, когда он, читая Библию, дошел до этого текстописания. И на него обратил внимание. И он взял его для себя, что вот, оказывается, никто не согрешил. Оказывается, это не случайность. Бог контролирует. Это не какая-то ошибка в канцелярии небесной, что вот не забыли, и вот какое-то вот происшествие произошло. Все под его контролем. Оказывается, и такие страдания под Божьим контролем. И у них есть цель. Когда он понял, что и его рождение – это не ошибка Божья. А есть Божья цель, которую он почему-то еще не узнал. И тогда он принял для себя, что значит, в этих страданиях Бог желает, чтобы на нем явились дела Божьи. И если Бог не решает эту проблему, не дает ему эти конечности, значит, Бог желает, чтобы в его этих страданиях Бог был прославляем. И он принял для себя это для своего сердца и стал быть человеком, который в этом Богу был посвящен и Богу благодарен. И сегодня он не раз, я знаю, побежал в Украину. И его служение, где он наибольший имеет отлик, он несет в Евангелии смысл жизни тем, кто имеет какие-то увечья, физические увечья. Вот он встречается даже у нас на Украине с ребятами, которые пошли в АТО и их оттуда вернули инвалидами, и которые уже не хотят жить. Он приходит к ним в палату, как приходит, у него есть средства передвижения, им помогают. Вот я живу, и все нормально. Можно жить и верить в Бога. Это не конец жизни, то, что ты не имеешь там ноги или руки. Еще одна очень известная христианка прошлого, Фанни Кросби. Фанни Кросби – это девочка, которая родилась 200 лет тому назад. И когда она родилась, ей было немножко больше месяца, когда она заболела, была какая-то инфекция, инфекция поразила глаза. Родители обратились к доктору, доктор сказал, что все нормально, делайте припарки на глаза. И поставили припарки, и она ослепла. Это была ошибка врача. Она ослепла, родители были тоже верующие. И когда девочка уже подрастала, уже мыслила самостоятельно, мама с ней как бы серьезно поговорила. Говорит, знаешь, Фанни, вот ты незрячая, мы все видим, ты незрячая, и ты уже не будешь никогда видеть. Но я знаю, что это Бог допустил. И я понимаю, что если Бог что-то забирает у кого-то, скорее всего, Он дает что-то другое намного ценнее. И она привела ей примеры людей, которые были слепые, но которые во многом были очень-очень успешны и благословенны для других. Примеры поэтов, которые были незрячие, но стали очень-очень колоссально успешными благословенными. Также всегда возле нее была бабушка, которая была как ее глаза. Вот она что видела, то объясняла. Это такое, это такое. И бабушка также объясняла жизнь, показывала ей жизнь своими глазами. Также привела ей любовь к Библии, к Писанию. Читала ей Писание. Читала ей Писание. Так что эта девочка в 10 лет, в 10 лет фактически на память знала Новый Завет, в 10 лет. Знала большие отрывки Писания Ветхого Завета наизусть в 10 лет. И она стала тоже большим благословением. Стала очень хорошей поэтессой, которая писала разные стихи, прежде всего стихи, которые могли бы стать гимнами. Так что было ей написано 8 тысяч таких вот гимнов. Некоторые из них приведены на русский язык, на украинский язык. И мы их до сегодняшнего дня поем. Вот мы сегодня утром пели псалом «Твердая верю». Это ее псалом. «Весь об Иисусе». Это ее псалом. «Не пройди Иисус меня-то». Это много-много псалома. И когда уже в конце жизни один брат спросил ее, Фанни, ты когда-нибудь злишься на доктора, который спровоцировал твою слепоту? Вот есть у тебя такие, ну, ты принимаешь, но есть какая-то злоба хоть немножко иногда? Она говорит, нет, то предписание могло быть ошибкой со стороны доктора, могло быть, но не со стороны Бога. Это допустил Бог, и Бог не ошибается. Если мы понимаем, что Бог не ошибается, если мы понимаем, что то, что Он допускает, Он хочет, чтобы и в этом было явлено, и Его дела было принесено Ему славу. Тогда наши страдания, еще одна возможность для нас, Его прославить, или дать Ему нас изменить для Его славы. Итак, вопрос, кажется, объяснен, это для славы Божьей, и вот эта слава Божья является, или дело Божье на ней является. Христос, стих 6, сказал это, то есть объяснив ученикам, что происходит, сказал это, Он плюнул на землю, сделал брение, как бы, ну, по-нашему, болот, ну, или глину, да, замешал, чтобы этот человек прочувствовал на себе, как будто его мазью мажут. Ну, вот эта мазь, это была из Иерусалимского болота. Помазал брением глаза слепому, и сказал Ему, пойди, умойся в купальне села. Что значит, посланный, Он пошел, и умылся, и пришел зрячий. Христос делает так, чтобы для этого человека была возможность лично ответить, принимает ли Он действие Христалля, или не принимает. Ведь Он не просил, сам Христос восстановился, Он понял, что происходит, Он дал от себя мазать, Он говорит, это сделал я, теперь твоя задача, пойди умойся. Но пойти умыться, я не знаю, где был этот человек, если близко, возле храма, это было не так близко пойти, помыться в села, потому что это было на краю города, этот источник. Нужно было спуститься, далеко пройти, скорее всего, кто-то его сопровождал, этого человека. И это был его ответ вера. Да, Господи, я принимаю, я пойду. Я верю, что это поможет. Когда он смыл эту грязь, он начал видеть. Человек впервые в жизни начал видеть. Он возвращается и видит. В этом тексте похоже на какую-то игру слов. Ведь, смотрите, стих седьмой. Иоанн объясняет, что означает купальня Силаам. Купальня Силаам означает посланный. Этот источник пробил давно еврейский царь. Изякия. И это было, ну, до сегодняшнего дня, удивляются, как могло быть в то время такое сделать. И у Салима не было воды, не было водоема. Он из другой местности пробил через скалы водопровод. Или пробил туннель, чтобы был водоем. Или эта вода дошла до Иерусалима и был не водоем. Вот как бы он послал эту воду. И кто помнит, вы помните у пророка Исаия есть, где тоже связано было с Рождеством, пророчество. Исаия говорил, ну, с приходом Мессии пророчество. И там есть такая фраза, ну, эти Исаия 8-6, чтобы я дословно процитировал. Из пророка Исаия 8-6, за то, что этот народ пренебрегает водами Силама, текущими тихо, и восхищается Алицином. То есть, вода Силама – это как бы символ царей трона Давидова, где Бог обещает рожденного особенного младенца, Эммануила. Еще раз, вода Силама – это символ тех царей, которых Бог ставил на троне Давидова. А евреи в то время почему-то искали помощь не у пони на Бога и на своих царей, а искали защиту других цареязычных. И вот, смотрите, Иисус говорит ученикам, я должен делать дела пославшего Меня, я посланный, я посланный, я посланный отцом. Я есть тот, кого Он послал на трон Давидова. И Он, Христос теперь посылает, послает, и Он послает теперь этого незрячего к тому источнику, который символизирует посланного Христа. Итак, Господь послал Своего Сына к нам, чтобы нас послать за исцелением к Нему, за новой жизнью, за пониманием того, что и мы теперь посланные. И наша цель, похожая на Него, в этом посланничестве, не должно делать дела пославшего Меня. Пусть Господь нас благословит, уже прозревших, понимать, для чего мы прозрели. Не должно делать дела пославшего Меня. И Он послает нам обстоятельства, которые помогают нам это делать. Даже те, которые нам кажутся, Господи, а почему Ты это послал? А они посланы, чтобы явить дело Божье. Пусть Господь нас благословит. быть людьми, которые живут, чтобы делать или являть дела Божьи. Аминь. Аминь. Аминь.